Буду знаешь как это? Скоро как дикторы будут вставать там Карл украл, карл, карл, карл Заказчик такой приезжает и говорит Андрей Две отдельных ванных комнаты Проект, который делался у нас удаленно Очень все держалось плохо, пришлось все нам это дело демонтировать Первое, что мы реализовывали за все время в своих проектах Которые ни хрена не работают, мы уже их поменяли, блин, 4 штуки Приветствую всех на своем канале, меня зовут Андрей Лоскович, компания Гарант Ремонт И сегодня мы расскажем о проекте, в котором была полностью сделана перепланировка всего помещения Изначально квартира выглядела именно вот так Пришлось нам заложить дверной проем к кухню, демонтировать вот эти вот перегородки И естественно по желанию заказчика балконный блок Пришлось нам это двинуть стенку санузла чуть-чуть вперед И нарастить здесь дверной проем И после перепланировки квартира наша выглядит вот так Как я уже и говорил, нарастили дверной проем Здесь вот угол в гардеробную А вот на этой длинной зоне у нас располагается глубокий шкаф Это был у нас проект, который делался у нас удаленно То есть заказчик находится в другом совсем городе И за время всего ремонта, а он у нас был очень длительным Он появлялся на объекте в порядка буквально 3-4 раз Все остальные моменты мы согласовывали с ним удаленно С помощью видео каких-то обзоров, фотографий И у нас был изначально сделан дизайн проект, который, хочу заметить, поменялся у нас 4 раза На самом деле данный проект был очень интересен и очень удобен обеим сторонам Так как сразу на начальном этапе было у нас доверие Как и у нас к заказчику, так и к заказчику к нам И работа в целом шла у нас слаженно И получилось все, мне кажется, неплохо Оценивайте результат ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, друзья, единственное в данной квартире, что мы видим Что не поменялось, это у нас, наверное, входная дверь Она у нас осталась от застройщика Слева от входной двери у нас имеется коробочка В которой будет у нас докуплен, еще не докуплен, видеодомофон Вот, всю электрику в данной квартире мы переделали И забегая наперед, хочу сказать, что мы демонтировали здесь стяжки пола Полностью всю штукатурку, так как была здесь просто беда Очень все, скажем так, держалось плохо Пришлось все нам это дело демонтировать Мы переделали всю сантехнику черновую И черновой электромонтаж полностью весь Вот, сейчас мы находимся у нас в прихожей Вот, за моей спиной прихожая такая вот расположилась С трейками под дерево Вот, и здесь у нас есть вот такая вот тумба Сзади будет располагаться у нас верхняя одежда А здесь можно будет присесть и комфортно у нас обуться По всей прихожей у нас теплые полы Водяные, они появились у нас не так давно Вот, водно-электрические полы О них я вам расскажу чуть позже Напротив входной двери у нас располагается в прихожей зеркало Сделали мы его практически весь рост Снизу решили расположить тумбочку для хранения каких-то вещей Для ухода за обувью И имеется сверху на зеркало такая вот подсветка Которая включается с помощью сенсорной кнопочки такой Проводим рукой, оно выключается Ну и точно так же идет у нас включение Итак, друзья, примечательно в данной квартире то, что здесь имеется Две отдельных ванных комнаты Одна с полноценной ванной и одна с душевой кабиной Итак, попадаем в ванную комнату Выполнена она в таком цвете плитка под мрамор у нас И первое, что бросается в глаза И первое, что мы реализовали за все время в своих проектах Это мозаика на потолке С опуском примерно 15 сантиметров от потолка одной стены Переходит она у нас в плитку С левой стороны при входе у нас расположился вент-канал И скрылись у нас все коммуникации Это у нас полотенцесушитель И здесь у нас зашит стояк В котором расположены все у нас краны для включения полотенцесушителя Сверху у нас есть розетка и два выхода на воду Это у нас планируется отдельно закрепить водонагреватель Вентилятор Вентилятор у нас крутой Салон 200 Но в последний момент заказчик Пожелал, чтобы был установлен датчик движения Пока был куплен вот такой Вот в последующем он поменяется Итак, друзья, здесь у нас расположилась угловая ванна Напольный унитаз с биде Два в одном Душевую стойку решили не ставить Так как есть у нас отдельный душ Используем только леечку Итак, здесь у нас уже было куплено готовое решение Столешница с тумбой Под которую устанавливается у нас стиральная машина И также в последний момент Заказчик захотел привезти вот такие вот зеркала Вот с включением подсветочки Зеркала увеличивающиеся Чтобы можно было чего-то там у себя сделать, не знаю Вот И он пожелал, что для меня было немножко непривычно Сделать это именно, чтобы оно включалось с розеточкой То есть у нее есть свой включатель, который можно было Ну, клопочек Который можно было включать и выключать Но он пожелал именно, чтобы это было сделано вот так вот через вилку В данном проекте все вместо ванной Пытались использовать по максимуму И за дверью было принято решение сделать вот такой вот небольшой стеллаж Это тоже, кстати, идея заказчика Вот, который Длина у нас будет подниматься вот так вот Таким вот образом И что примечательно Входная дверь у нас в ванную Вот, если вы обратите внимание, ручка у нас перевернута вверх ногами Для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы когда мы дверь открываем Вот Ручка у нас четенько заходит Ровно вот за это вот шкафчик По данной квартире, как я уже говорил ранее, у нас теплые полы Они у нас водно-электрические И для этих теплых полов предусмотрена вот такая вот ревизия Вот Их у нас три штуки, поскольку у нас три контура теплого пола Один в прихожей, один в одной ванной комнате и один в другой Двигаемся дальше Это у нас спальная комната По спальной комнате у нас спокойные тона По стенам поклеены у нас обои под покраску Вот По данной спальне был у нас небольшой момент с заказчиком Так как я уже говорил, что проект переделался четыре раза Изначально вот здесь у нас кровать Вот И около кровати здесь вот есть все-таки выключатели, которые выключают у нас люстру 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 Вот И бра над кроватью Изначально вот эти вот мурашки у нас планировались над выключателем с этой стороны И над зеркалом с другой стороны И уже когда мы все покрасили Заказчик такой приезжает и говорит Андрей Мне очень неудобно читать здесь книгу Свет светит со стороны Нужно перенести Вот И предложил он решение сделать это в пластиковом коробе Вот Но я почувствовал, что данное решение будет неприемлемо, так как оно попортит весь внешний вид Соответственно, что мы сделали Мы сделали горизонтальный разрез по обоям Аккуратненько их развернули Выбили штрабу Удлинили Нарастили наш провод И принесли нашу брашку в сторону Оцениваем результат Так Здесь будет у нас зона ТВ Телевизор еще у нас не куплен Но скоро он займет свое место Также по всей квартире у нас были поменены все радиаторы Поменяли мы их вот на такие длинные Вот Длинные и узкие Считаю данное решение очень приемлемым и хорошим И тот же наружный угол Он изначально был у нас без радиатора отопления Но мы удлинили трассу И поставили туда радиатор отопления Еще что мне нравится в этой спальне Это как выполнен у нас шкаф Он у нас громадный на всю стену И разделяет у нас две зоны Спальню и гостиную Вот Данное исполнение нестандартное Одна узкая у нас дверца И другая широкая В которой у нас расположилось зеркало Чтобы можно было что-то Как-то посмотреться в него От пола до потолка И когда мы открываем наш шкаф Он у нас просто громадный Он у нас нестандартный Глубина примерно метр десять где-то у него Вот если обычно это составляет шестьдесят сантиметров То здесь это метр десять на всю глубину вот этого пространства Это было принято решение Так как у нас имеются колонны Монолитные здесь С которыми ничего нельзя было сделать Ну вот мы решили их вот так вот спрятать Обыграть И тем самым увеличить полезное пространство в квартире И как и положено в спальной комнате У нас есть дамский столик Чтобы женщина встав с утра Могла как-то расположиться Привести себя в порядок И хранить какие-то свои мелкие вещи В данном столике Так у нас здесь проходной выключатель Спрятан Это решение было уже принято тоже практически в конце На момент изготовления мебели Заказчик принял решение Потом получилось так Что у нас выключатели спрятаны в дамском столике Дальше мы передвигаемся из прихожей в нашу гардеробную Вот стояночка Эту часть мы как видим срезали Вот для того чтобы расширить вот этот вот у нас проем Так как здесь была борьба за каждый сантиметр Вот эту часть мы возводили Отделяли полностью кухню от прихожей И тем самым получился такой вот небольшой коридорчик Который было принято решение сделать как гардеробную В ней расположилась у нас система хранения от IKEA Elvary Вот и также сам заказчик решил на своем производстве Изготовить несколько полочек для хранения обуви И как обычно всегда в таких своих проектов Мы располагаем наш телеконационный щиток Со всеми электрическими приборами Все у нас здесь подписано Какой автомат за какую комнату у нас отвечает Как обычно располагаем всегда в гардеробных Итак наша система Elvary Я считаю очень удобно в данном помещении Будет так как можно будет расположить Как и верхнюю одежду Так и расставить обувь Она у нас полностью вся трансформируется Можно вот эти вот различные полочки Переставлять, добавлять и делать выше-ниже Короче очень крутая вещь для гардеробных И из нашей гардеробной мы попадаем во второй Наш гостевой санузел-душевая Изначально это был у нас просто туалет А там была у нас просто ванная И заказчик пожелал так Чтобы у него было в данной квартире Две ванных комнаты мы это дело реализовали Вот такая вот сдвижная дверь Которая у нас прячется за нашу систему частично И поскольку здесь у нас полноценно душевая Нам пришлось приподнять данный участок в квартире Подняли мы его порядка на 10 сантиметров Наверное чуть более Сделали такую небольшую ступенечку Это делается для того, этот подъем Чтобы наш трап можно было правильно разместить Канал дальше Итак видим, наша ванная комната прямоугольного типа Очень узкая Но и даже здесь у нас получилось разместить Полноценную инсталляцию с подвесным унитазом И как я говорил уже ранее, наша душевая стойка На дне заказчик пожелал разместить водонагреватель Которых у нас их будет два Вот, другого места мы не нашли Заказчик пожелал это сделать здесь И что примечательно, еще у нас есть полноценный полотенцесушитель Но он у нас электрический Будет он стоять у нас здесь с таймером И по таймеру включаться, выключаться Вот И здесь у нас дышевая кабина И был здесь вот такой вот уголочек с канализационным стояком Вот Было принято решение сделать вот такие стеклянные полочки Чтобы хоть как-то использовать это все-таки полезное пространство Стояк канализации в последующем оккультуре Где там спряталась? А это вот он по сути-то душ, что ли? Ну да, вот душ, что ли Да Так Готов ты себя же еще, да? Итак Наш водонагреватель 50 литров емкость у него От Electrolux Вот Душевая стойка у нас с термостатом Подержит постоянную температуру И по полу располагается у нас трап С водяным и сухим затвором Ну, в данном случае был поставлен узкий Вот Так как в широком не видели смысла Поскольку помещение у нас очень узенькое Вот Инсталляция у нас зашита Как обычно Не получилось у нас ее спрятать в стену Пустили мы ее по наружу Но получилась у нас вот такая вот красивая полочка С красивыми наружными углами Вот Где можно будет что-то у нас поставить И так как я уже и говорил Пытаемся по максимуму Использовать полезное пространство Здесь было рассчитано Прям вот все до миллиметра Начиная от Раковины От установки Нашей инсталляции И расположения у нас душа Так вот Раковину нашли Вот видим у нас Таким у нас Пологим углом Заужением Я считаю очень удобно Вот Так как у нас есть не только полосцена раковина Ну и какое-то место для Того что можно будет поставить какую-то зубную щетку Мыльницу И так далее И точно так же как и в прошлой ванной У нас есть зеркало Видно меня зеркало? Зеркало Зеркало Увеличительное Для того чтобы можно было бы спокойно побриться Чего-то там у себя рассмотреть Зеркало Выключаем Вот И точно так же расположилась у нас Подсветка над основным большим зеркалом И как я уже и говорил Фишка Мозаика на потолке Первый раз мы такой момент реализуем Можете кстати высказаться по этому поводу И сказать что вы об этом думаете Потому что для меня это было удивлением И так друзья дальше у нас идет гостиная наша Передвигаемся мы туда Вот Попадая в гостиную Обращаем сразу внимание на то что она у нас соединена с нашей лоджией Лоджия здесь была очень большая Изначально так делать было нельзя Вот Но мы сделали перепланировку Узаконили данный проект Вот И заказчик сам поменял балконный блок На новый утепленный И точно так же на нашу лоджию Мы поставили радиатор отопления под окна Гостиная наша граничит с кухней Отделяет зону у нас кожаный диван Вот такой вот удобненький кожаный диван Так Напротив меня большущий телевизор Зона ТВ у нас обустроена различными полками и тумбами Вот такое вот черное стекло За ней можно будет поставить какие-то рамочки не знаю чего-то там такого прикольного клевого И как я уже говорил большой шикарный шкаф по стилю с черным стеклом с черными витринами Граничит со спальней И вот здесь вот такие крашеные у нас фасады с фрезерованными ручками Вот Получаем доступ к таким шикарным большим шкафам Как я уже говорил ранее В данной квартире максимально Попытались использовать полезное пространство Выжимали из каждого Скажем так Метра, сантиметра, миллиметра даже иногда Вот Переходим мы в лоджию Лоджия у нас полностью вся утеплена Пол утеплен на 10 сантиметров Потолок утеплен на 10 сантиметров Как я уже говорил ранее Балконный блок у нас тоже поменен По желанию заказчика Во всей квартире у нас отштукатурены потолки И покрашены они у нас краской Единственный момент это у нас лоджия и кухня Заказчик пожелал чтобы на потолке была у нас вагонка По полу у нас натуральная доска Вот затонирована в такой коричневый цвет И для комфортного расположения Было принято решение поставить туда столик Вот Чтобы можно было из кухни принести что-то сюда в гостиную Открыть окно и посмотреть на красивый вид из окна И общаться Проводить хорошо время так сказать Наш стол он трансформер Он разборный Увеличивается Уменьшается В размерах Но этого я вам не покажу По крайней мере сейчас Вот И у нас было между кухней и нашей лоджии Вот такая вот монолитная колонна Которую естественно мы никак не могли трогать И было принято решение Между колоннами Сделать Вот такой вот У нас шкаф Вот Такой на шкаф Как я не говорю Много места не бывает Максимально мы напичкали данную квартиру различными розетками То есть в каждом у нас из углов есть И там и там и там розетки И хочу вам рассказать вот про эти вот Дурные блин дурацкие светильники Вот Которые нихрена не работают Мы уже их поменяли блин 4 штуки Вот И они все равно не могут допетрить Как они работают Они вроде бы как на движении Но смотрите я сейчас вот двигаюсь И они нифига не загораются Мы их уже по гарантии поменяли 4 штуки Они буквально провисели у нас неделю блин И вот сейчас опять мы пришли отснять видео И опять они у нас Сначала один перестал работать А потом как видим и второй Вот Ну есть у нас люстра Которая отсвечивает в потолок Хоть как-то освещает нашу лоджию Дальше передвигаемся мы на кухню Кухня у нас получилась Сколько так очень своеобразной Было принято решение Также для увеличения рабочего пространства Сделать большую столешницу И она у нас выходит сюда на наружный угол Вот проект кухни у нас тоже Несколько раз менялся Было принято несколько ключевых решений Вот Одно из них расположение здесь Такой вот типа барной стойки Где можно будет быстро принять пищу Вот такие вот небольшие барные стульчики Вот на которых можно присесть Ну естественно развернувшись к столешнице И попить чаще кофе Посмотреть телевизор Но несмотря на то что она у нас граничит с гостиной С самой кухни У нас есть еще и свой небольшой телевизор И возвращаемся к ключевым решениям По изменению кухни Было принято у нас решение Сделать здесь Вот такой вот Винный шкаф И сверху По наружному углу У нас расположился шкаф Подвесной С подсветкой И фасадами В общий стиль мебели По всей квартире Вот Телевизор Было принято решение расположить На этой вот такой Пустой стене Так как более удобного места Для его расположения Мы не нашли Также ключевая Фишка Скажем так Заказчика Было Это обустройство вытяжки Вытяжка у нас здесь С угольным фильтром Заказчик пожелал Чтобы она была Сделана На таких Подвесных цепях Эта вытяжка у нас Не соединяется с Вент каналом А все фильтруется Через у нас Ну через фильтр Все запахи задерживаются Именно там Вот Большая столешница Большая рабочая зона Рабочую поверхность Варочная Мы разместили Напротив окна Очень комфортно И удобно Потому что Очень много места У нас получается И Есть у нас Вот такие вот Мелкие шкафчики Добирали Мебельчики У нас Нужный размер Вот И вот здесь Вот фасады На Блюме Открываются И Получаем доступ К большому пространству Где можно будет Хранить различные Стаканчики Кружечки Кастрюлечки 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 Не вставляй В большом пространство Где можно будет Хранить различные Кастрюли Стаканы Кружки Ложки Короче все там Будем хранить Вот это наш Духовой шкаф Под ним Как обычно У нас Есть место Для хранения Чего-нибудь И на самом деле Для тех Кто не знает Вот такие вот шкафы Изначально Изобретены Для того Чтобы Ставить туда Еду Чтобы она у нас Медленнее скажем так Оставала Так как у нас Наша духовка Отдает тепло Мойка У нас От фирмы Бланка На самом деле Очень крутая Вот с такой вот решеточкой Где можно поставить У нас Разморозочку Разморозку можно поставить Продукты Чтобы они там у нас Стекали все В нашу раковину Очень удобная вещь Естественно Фасады все Тоже у нас На блюме С доводчиками И Вот здесь У нас Двухстворчатый Холодильник Расположился Большой комфорт Много места в нем А сбоку От него У нас Выдвигается На всю высоту Вот такое вот Большое карго Такой вот ремонт у нас Друзья Получился Спасибо что досмотрели Это видео до конца Я хочу в свою очередь Напомнить что данный ремонт Нам дался не очень легко Поскольку мы Занимались данным проектом Что называется Под ключ Это и согласование Проектов Все документации В различных инстанциях Это и подбор Материалов И закупка Их же И разработка Дизайн проекта И естественно Весь сам ремонт Делали полностью Все это мы Я надеюсь Это видео было для вас полезным Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки И До новых встреч